На эту тему мы продолжим обсуждать с врачом из Израиля Борисом Брилем. Он доктор-анестезиолог и экс-глава отделения COVID на базе медицинского центра Golden Care, ответственный за клинические исследования препарата от COVID-компании PharmaSet. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о ситуации в Израиле сейчас. Какие настроения у людей в связи с тем, что снова ограничения ввели? Что происходит? Настроения у нас грустные, конечно. У нас заразившихся не 3-4 тысячи в неделю, а 4-5 тысяч в день. Но это, в принципе, картина, которую следовало ожидать. Но то, что сейчас вводят такой локдаун или карантин полный, он больше связан в Израиле отчасти с политическим решением в преддверии праздника Рошашана или Еврейского Нового года и Судного дня. Потому что это те праздники, когда собирается большое количество людей и молитвы. И, соответственно, нужно эту группу населения закрыть. То есть это ортодоксальные евреи больше, хасиды. Но так как нельзя делать дискриминацию, то, соответственно, партии ультрарелигиозные, они против или всем, или нет. И, соответственно, делают локдаун. То, что рост, он понятен, потому что, в принципе, по статистике, то, что смотрели здесь, изучали, основная масса передачи идет через школьников после 10 лет. Это основной, в основном, как переходит. То есть в школе, это же, естественно, вирус распространяется аэрозольным путем. Мы его уже довольно хорошо знаем. И это ожидаемо было, очень ожидаемо. Ну, ожидаемо вторая волна была везде. Вот сейчас и в других странах такое происходит. Как думаете, когда вторая волна дойдет до России? Ну, все зависит от учебного года. Чем больше общения между школьниками, тем больше будет заражения. Я думаю, неделя-две. Потому что в России плотность населения чуть-чуть поменьше, или отчасти поменьше, чем в европейских странах, чем в Израиле. Это от этого зависит. То есть в основном связано с началом учебного года, а как-то связано это с сезонными ОРВИ, ОРЗ? Нет, ковид не связан пока что с сезонными. Мы то, что наблюдаем с марта, исследования показали, никакой разницы между температурными режимами лета или зима не имеет никакого значения. Пока на сегодняшний день это так. Хотя мы до зимы еще не имели дела с ковидом. Но вы наблюдаете, какая обстановка в других странах, Франция, Испания, там уже какие-то тоже ограничения вводят. Как думаете, будут такие ограничения, как были при первой волне? Вот чтобы снова, как в Израиле, всю страну на карантин посадили? Смотрите, в Израиле тоже на карантин садятся с одной стороны страна, с другой стороны много, гораздо слабее ограничения, то есть более так либерально, хотя они, да, такие довольно жесткие. Конечно, первый карантин, он был оправдан. Мы же вообще ничего не знали о заболевании, да? То есть вообще реально это было что-то новое. А сейчас я думаю, что другие страны не будут прибегать к более жестким. Будет ограничение определенное по культурной деятельности, по ресторанам. И, возможно, в школах будет введена классы поменьше, чтобы было чуть-чуть меньше контакта. Ведь, в принципе, у нас нет проблемы заниматься больными. Проблема, когда есть большое количество больных в данной ситуации, на сегодняшний день то, что есть и у нас, и, в принципе, во всем мире, что группы населения с повышенным риском, они стараются поберечься сами. И то, что происходит, то, что мы делаем в больницах и так далее, мы стараемся как-то оградить группы риска. И вот и все. Продолжение следует...